И пока у россиян победа на победе, в студии у Симонян немножечко экстремизма и дискредитации повалило. Российский военный эксперт Сивков в ток-шоу с Кобеевой внезапно стал хвалить Залужного и признавать его героем. Залужный – это, безусловно, один из самых талантливых политиков Украины, вернее, военачальников Украины, наверное, единственный талантливый политик Украины, и, наверное, я бы сказал, и в мире тоже. Вот это поворот. Как это не Путин герой, а Залужный? С Кобеевой, держись, там дальше еще перлы пошли. В тех условиях, в которых он оказался, достичь хотя бы тех результатов вкуснейших. А у него условия сложные? Да, в тех условиях. А какие у него условия? Давайте пожалеем Залужный. В тех условиях, в которых он оказался, Залужный. Бедный с Россией воюет. Договорились, что Залужный герой. Минусы? Я лично их не вижу. Уверена, все присутствующие тоже не видят. Но Олечке надо отрабатывать зарплату. Поэтому ее понесло знатно. В условиях, когда у него не было, вообще-то говоря, даже приблизительного, хоть локального господства в воздухе, а господство полное, абсолютное в России было, сделать другого ничего другого не могло. Залужный, кровавый убийца. Залужный отдает приказ на убийство русских солдат. О, Господи, нету превосходства в воздухе у Залужных. Все-таки какое же у нее смешное лицо, когда она в растерянности открывает свою пасть на всю. А ведь эксперт говорит правду. А у кого как ни у Скобеевой, от этой правды будет подгорать. Тащила эфир как могла. Что ж, признание и похвала украинских военных в прямом эфире – это уже следующий шаг к провалу. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. С удовольствием почитаю. А также не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. У нас тут много интересного.